Микрофон и звукорежиссер – это как сосиска и кофе. Привет! Это подкаст «Либо выйдет, либо нет». Я Катя Крангаус. А я Лика Кремер. Привет! Каждую неделю мы рассказываем здесь и в своем инстаграме «Либо-либо студию» о том, как мы строим наш маленький бизнес-студию подкастов, с какими мы проблемами сталкиваемся и как плачем или смеемся, когда пытаемся их решить. Или как плачут и смеются другие люди, когда пытаются решить свои проблемы. Да, партнер этого сезона – Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Сегодня мы хотели поговорить о росте, о том, вот как ты растешь, растешь, и как бы так сделать, чтобы в этот момент не обосраться, не провалить все. Ты знаешь, что есть такая болезнь роста, когда у детей начинают резко все расти кости, и они становятся, как Алиса в «Стране чудес». Они не знают, что делать, они всем бьются обо все косяки, у них болят ножки, болят ручки. Не знаю, пока у моего сына-подростка вот эта болезнь роста, она знаешь, в чем выражается? В том, что он все время лежит. Сейчас еще дистанционное обучение. Нет, нет, ты неправильно поняла мою метафору. Она как бы проводит параллель от болезни роста у мальчиков к болезни роста бизнеса. Я понимаю, я поймала твою метафору. Лучше, чтобы вот в этот момент ничего такого не происходило, лечь и лежать, пока не вырастешь. Это он тебя впарил. Если мы сейчас ляжем и будем лежать, пока не вырастем, ты знаешь, только наш гробик вырастет в цене, так сказать. У нас такая проблема, как мы уже 150 тысяч раз рассказали, что мы с одной стороны растем, но, знаешь, вширь, а не вверх. Потому что наша идея с тобой уже некоторое время в нетерпимости и нежелании смиряться с тем, что очень многое в этой цепочке зависит не от нас. Да. Мы в какой-то момент обсуждали, не сделать ли свой плеер для нашего сайта, чтобы в нем, не знаю, красивый был имбед, его могли брать, и тогда бы мы его лучше контролировали, чем Яндекс.Имбед, который неправильно нас считает. Но я несколько раз на своих работах пыталась сделать свой видеоплеер для сайта Большого Города и свою систему оплаты на сайте, значит, KidZell. И каждый раз ты понимаешь, что ты хочешь сделать лучше, но готовое решение, оно все равно будет гораздо гибче, гораздо технически лучше сделано, и его хорошо оттестировали. А даже если ты сделаешь дико красивую штуку какую-нибудь, ну вот как ты иногда говоришь про приложение для подкастов, она все равно будет в 150 тысяч раз глючнее. Ты потратишь на это много денег, и все равно потом придешь к тому, что все-таки тебе надо делать кастомный YouTube-плеер, а не делать свой. Ну и вообще любой человек, который горит каким-нибудь делом, в общем, довольно естественно для него, желать сосредоточиться на том, что он делать любит. Потому что, ну вот мы хотели делать подкастов, вот мы их делаем. Делать умеет хотя бы. Ну да, умеем, любим. Ну вообще это способ сосредоточиться на чем-то на производстве тапочек, а не заниматься еще и дистрибуцией этих тапочек, одеванием тапочек на ногу человеку, добеганием до каждой квартиры и вручением этих тапочек. Мы хотим заниматься продуктом, и пусть доставкой этого продукта до потребителя занимается кто-то другой. Если ты делаешь какой-то продукт, тебе, естественно, хотеть вот какую-то эту часть, которая дальше идет, кому-то настроенному отдать и не вполне естественно поступить так, как сделали наши друзья из Кухни на районе, которые сначала сделали маленький свой собственный стартапик, Dark Kitchen, по сути. То есть они готовят и доставляют. Никакого ресторана, Кухни на районе не существовало. И у них было 600 клиентов из Рокетбанка, где они тогда все работали. Они выросли за три года с тысячи клиентов до тысячи заказов в день на одной кухне. И вот тут интересная штука. Смотри, есть накатанная система. Есть Delivery, есть Яндекс.Еда, которые еще купили, сожрали и выплюнули. Первый сервис такой был FoodFox. И там есть накатанная система. Ты говоришь, Илья, говорю, я буду печь пирожки. Ну, я Dark Kitchen. Я готовлю. Dark Kitchen – это такой термин, который не все понимают. Dark Kitchen – это когда у тебя нет ресторана, а у тебя есть просто пирожки дома. Темная, да, кухня или дома в подвале. В подвале некрасивая. Некрасивая, потому что туда никакой клиент не приходит, ты производишь этот продукт, а дальше у тебя есть доставка, и эта доставка чаще всего – это большие сервисы. Яндекс.Еда, Delivery, еще кто-то, кто занимается профильно, вот этой витриной работает для твоей, для твоего продукта. В очереди ты говоришь, возьмите меня, возьмите меня, возьмите меня. А вот сделайте мне баннер на главной странице, чтобы у меня было побольше клиентов. А давайте я... Ну, в общем, ты всеми силами пытаешься привлечь людей. Вылезти в топ. На самом деле не к себе, а ты их пытаешься привлечь на эту площадку, чтобы они на этой площадке чужой тебя нашли, и у тебя что-то заказали. Отдав кучу денег Яндексу или Delivery. Процент за то, что тебя доставит кто-то другой. У нас есть такие же площадки. Это точно совершенно наша ситуация. Только у нас вместо Яндекс.Еды и Delivery Apple, тот же Яндекс, Сберзвук и далее по списку. Но мы точно так же в доставке того, что мы делаем, в доставке нашего продукта зависим от других больших площадок, корпораций и желания конкретных людей. И поэтому нам особенно, на самом деле, интересен этот кейс с кухней на районе, потому что до того, как они сейчас отдали большую часть своего бизнеса Сбербанку, они были как раз маленьким стартапом, который отказывался от больших площадок в пользу того, что они из маленьких, зато контролирующих всю цепочку, вырастут и не обосрутся. Меня зовут Кирилл Родин. Я сооснователь кухни на районе и директор по маркетингу ее же. Мы пришли к тебе как стартап к стартапу за советом, потому что, во-первых, у вас недавно, по сути, случился, ну, завершается экзит, как я понимаю. С чего ваш стартап начинался в 2017 году и как вы искали ваши первые деньги на бизнес? Среди четырех сооснователей я самый минорный и молодой. То есть там, понятно, Алексей Колесников и Олег Козырев, можно их, как бы, на самом деле, серийными предпринимателями назвать. Кухня – это их вообще, я не знаю, уже получается у Олега, так это вообще, наверное, пятый проект. Вот. И начиналось все по проторенной дорожке для них, как бы. Для меня все было впервые. Первую кухню мы сделали, начали, в общем, по сути, с такого теста, который работал, по сути, пока на наши потребности, то есть мы тестили сами свой же продукт. Первый тест они сделали вообще на своих собственных коллег. Они работали в Рокетбанке, и первые 600 человек, они не было никаких специальных рассылок, никакой внешней рекламы, они просто сообщили своим коллегам, что вот у них есть такая штука, попробуйте ее. Я так понимаю, что это какая-то стандартная технология обкатки. Самый долгожданный был фидбэк – это вот от людей, короче, которые третьи лица, которые жили на районе и начали заказывать из-за того, что просто увидели рекламу стороннюю. Вот. Ну, и когда стало понятно, что буквально через пару месяцев, что у нас уже больше половины заказов идут не из банка, вот это стало как бы флажком, сигналом, что как бы вроде бы бизнес-то и все-таки бизнес. В конце осени 2017 года они сделали первый важный для себя тест уже не на друзей, товарищей, коллег и родственников, а внешний. Они запустили андроид-приложение и сделали рекламу ему в Фейсбуке на тот район и на районные группы, где они его запустили. Это была кухня, которая работала на конкретный район один. А сколько у вас было к концу 2017 года клиентов? По ощущениям, ну, не знаю, что-то там типа в районе тысячи, если учитывать, что там сотрудников было, наверное, 600, Рокет, ну, навряд ли все бы попробовали. А к этому моменту среди инвесторов проекта были только сооснователи или уже были какие-то инвестиции? Первый год компания работала на деньги, ну, на фаундерские плюс Максимим Польский, ну, вот, ну, это частный инвестор, наш знакомый товарищ. Ну, вот, потом первые инвестиции мы вот получили от Солонина. Сергей Солонин, сооснователь платежной системы Киви. После, там, шести-семи месяцев существования проекта на нас обратили внимание. То есть мы все еще одна маленькая кухня, мы все еще занимаемся Рокетбанком, мы все еще стартап на коленке, который просто существует, но из-за того, что рынок маленький, слухами земля полнится, и там уже и в Яндексе узнали, и в Мейл.ру, вот, и, там, где только не узнали, уже начали, там, чекать потихонечку нашу территорию, там, ребята из этих гигантов начали, так сказать, с нами уже общаться, просто узнавать вообще, как идет дела, вот. Но, в целом, у них у всех был пессимистичный по нашему проекту настрой, потому что они сами же были уверены в своих агрегаторах, ну, в Delivery Club и в Яндекс.Иде. Ну, мы вообще-то находимся вот сейчас ровно в этой стадии. К нам приходят всякие гиганты, расспрашивают, что у нас происходит, и чекают, как понять, как кем-то выкрутить ручки, понимаешь? Они добытаются очень просто. Давайте вы просто нам будете недорого делать все, и нам не надо будет покупать, вы отдаете нам эксклюзивы на все, а мы там сами крутим верт. И нам, с одной стороны, нужны какие-то деньги, а с другой стороны, нам надо показать им, что мы не их как бы подножная компания. Сейчас я скажу все то, что мы говорим в каждом выпуске этого сезона. Единственный способ на что-то влиять – это иметь свою собственную аудиторию. Никакого другого магического способа влияния и никакой лучшей переговорной позиции не существует. И вот там ПИК пришел тоже, ПИК Венчурс Сергея Гордеева. Они сразу поняли, в чем наш прикол. Они написали в чат вообще, в чат поддержки. То есть они заказывали нашу еду, кто-то из сотрудников ПИК Венчурс, и они просто написали в чат нашему. А там чат-саппорт у нас был, еще два человека сидели. И там, я помню, что мне там пишет в Телеграме, наша сотрудница такая, Кирилл, тут пишут какие-то серьезные дяди, говорят, хотят проинвестить, с кем связать. И я говорю, ну давай с нами. И тут они решили, что они нарастят ценность своего проекта, своего продукта в другом месте, чем это делают обычные условные dark kitchen, ресторан или доставки. Потому что любой ресторан или доставка, они предлагают все время один и тот же продукт. Если ты заказываешь пиццу, ну ты ее заказываешь там в среднем два раза в месяц. Даже если ты постоянный регулярный пользователь пиццы. А они придумали, что они будут каждый раз предлагать новое меню. Они это называют ротационное меню. У них ротация все время блюд. И таким образом они заманивают к себе пользователя. И у него есть ощущение, что там каждый раз открываешь это приложение, а там коробочка с сюрпризом. Это у тебя есть такое ощущение. Ты тоже не обжествляй, знаешь. Нет, я вообще не обжествляю. Я пытаюсь понять, что они такое придумали в этой своей коробочке. Они придумали столовскую еду. Тоже, что придумали Караваевы. Тоже, что придумали это Брусника. Но получается, что все эти большие площадки по праздникам, а это твой маленький карманный дружок, который тебе каждый день приносит что-то. Он стоит столько же, как заказать себе пиццу или бургер. Но почему-то действительно у тебя создается ощущение, что ты из дома лоточек взял. Хотя ни хера ты его не из дома взял. И тут родилась вот эта вот концепция, по сути, полной вертикали, где мы подбираем под себя все процессы, начиная вот как бы от закупки. То есть мы даже не использовали какие-то там специальные профилирующие компании, которые занимаются закупками. То есть стало понятно, что нам придется как бы для того, чтобы сделать вот этот вот проект, который мы хотим, нам придется построить прям полную вертикаль, чего как бы обычно никто не делает. То есть как бы производство – это обычно производство. Логистическая компания – это обычно логистическая компания. То есть курьеры – это, пожалуйста, агрегаторы. Они тебе дадут курьеров, то есть если ты ресторан. Внутри ресторана – это тоже отдельный бизнес. То есть как бы IT, структура сверху – это вообще же сервис в ресторанах. Так это просто как бы обычно даже не обсуждается. Там это самая такая часть, которую никто обычно не делает сильно. Ну а я про поддержку. Ну мы решили как бы все саккумулировать в одну историю. То есть получилось, почему это вертикаль? Потому что вот как бы от момента, когда типа сырая картошка выросла из земли, да, до момента, когда она жареная оказалась у клиента, плюс даже фидбэк после того, как он съел эту картошку, получается мы весь этот процесс закрываем. Мы сами ищем поставщиков, сами договариваемся о закупках. То есть, ну как, я люблю шутить, что нам осталось только вот реально ферму открыть, как бы, и вот уже тогда полностью будет весь цикл закрыт. Для сравнения, модель Dark Kitchen, вот возьмем какую-нибудь из таких самых популярных, которые сейчас есть много лососей и варламов есть, да, это вот как раз классический Dark Kitchen, то есть это, по сути, облегченная модель ресторана, где ты как бы арендуешь просто помещение без зала. Встаешь в агрегатор, у тебя агрегатор делает за тебя маркетинг и логистику, как бы, твое дело закупать продукты и готовить просто, ну, быстро довольно. И все, и до сих пор самые максимально приближенные к нашей модели, это вот только сейчас, нам вот недавно сообщили знакомые, это вот Rebel Foods или кто-то такие, ну, вот в Индии, раньше они были Faces, сейчас Rebel Foods, вот, они сейчас как раз-таки пошли по нашему пути, они начали кодить свое приложение, то есть тоже до этого они были просто тоже такой прослойкой, типа в агрегаторы индийские вставали, как бы, и готовили пиццу, суши. В вашем случае важно, что и приложение ваше, и клиенты напрямую ваши, а не через кого-то, и, ну, как бы, все, у вас автономия полная. А сейчас рубрика, которую мы делаем вместе с нашим партнером, Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. И специально для этой рубрики мы поговорили с человеком, который все-таки отдал всю логистику и дистрибуцию маркетплейсам и ухитрился выйти на европейский рынок. Меня зовут Константин Марушкин, и я заместитель гениального директора компании ОАРТИЛАЙН, который занимается выпуском детской верхней одежды, производством и продажей. У вас был важный для вас момент, когда вы выходили на всякие цифровые площадки и налаживали интернет-продажи. Да, это случилось уже, наверное, года три назад, когда наша продукция себя зарекомендовала, и мы уже вышли сначала на Вальберес, потом вышли на Ламоду, сейчас работаем еще со Зоном, и впереди у нас Яндекс.Маркет. У вас сейчас какой оборот? Сейчас мы уже вышли за 200 миллионов рублей. Департамент предпринимательства, который партнер нашего подкаста, дал вам поручительство по кредитам, правильно? Давал, да. Мы каждый год берем кредиты. Наши банки не любят рисковать. Как вы использовали тот кредит, который вы получили по поручительству московского департамента? Производство начинается где-то с ноября. Создаются новые коллекции, прошиваются образцы, подбирается фурнитура, колористика, потом отшивается опытный образец. Вызываются дети наших знакомых, сотрудников. Идет примерка, когда уже готовы. Показываем дилерам нашу новую коллекцию. И после этого, как мы определились с тем, что нравится, с объемом примерным, после этого мы заключаем договора с фабриками и начинаем закупку материалов. И вот в этот момент нужен кредит? В этот момент нужен кредит. До где-то с сентября практически нет продаж. Ты только тратишь, 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 и вот на это время тебе нужен кредит. Какая сумма кредита, которую вы взяли? 25 миллионов. Под какой процент? Порядка 8,5. А сколько времени вам нужно, чтобы этот кредит отдать? Год. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Если вам, как и Константину, нужна помощь с получением кредита, то вы можете обратиться к Фонду содействия к кредитованию малого бизнеса Москвы. Это подведомственная организация нашего партнера – Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Минимальная сумма поручительства отсутствует, а максимальный размер – до 100 миллионов рублей. Подробнее о сервисах Департамента предпринимательства, в том числе о Фонде содействия к кредитованию, вы можете узнать по ссылке, которую мы оставим в описании эпизода. И дальше оказалось, что эту идею довольно эффективно можно масштабировать, потому что раньше у них кухня занимала 500 квадратных метров, а потом они расширили свое производство, и теперь оно занимает 3,5 тысячи квадратных метров. Проблема в том, но это отдельная деталь, что наш продукт так не масштабируется. Ты можешь сварить тысячу сосисок, если ты напишешь гайд, сколько минут варить сосиску и какую именно сосиску. Мы не можем так просто сделать гайдлайны, по которым мы гарантируем качество варки этих подкастов. Микрофон и звукорежиссер – это как сосиска и кофе. Так, а дальше? Ты считаешь, достаточно микрофона и звукорежиссера? Просто не все подкасты должны быть такими сложными, как то, что мы хотим и любим делать, как собственное производство. Некоторые подкасты могут быть сервисом. Сервисом по производству, по записи, и тут вполне возможно расписать какие-то правила. Тогда ты становишься дарк-китчен подкастов. А интересно здесь как раз взять цепочку под контроль. Туши. Туши. А были ли у вас какие-то периоды, когда вы, не знаю, увеличили производство, а курьеров нет? Или наоборот, вы починили проблему курьеров, а у вас как бы картоха не закупается? Так я больше скажу, это до сих пор существует, когда эта проблема, она есть. Это же типа, понятно, что там абсолютно не идеальная синхронизация всех этих процессов. Это такое жонглирование бесконечное. Да, 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 да. Именно так и работает. Ну, понятно, сейчас мы получили инвестиции от Сбербанка, сейчас как бы новый буст будет. Уже понятно, что, например, курьеров – это общая боль всех локальных доставок Москвы. Потому что осенью просто начинаются холода, и у тебя там, например, 10-15% курьеров просто такие в один день вот так приходят и такие дроп за миг. Типа, что-то холодно стало, я, наверное, поеду домой. С одной стороны, все, о чем рассказывает Кирилл, это блистательный кейс роста. С другой стороны, они никогда не были прибыльной компанией, по крайней мере, до сих пор. И для стартапа так может быть. Стартап может долго не быть прибыльной компанией. Стартапу в некотором роде важнее вот эта игра мышцами и история успеха, которую ты транслируешь. Потому что вот эта транслируемая история успеха и цена, которая будет у тебя через несколько лет, когда и если ты, может быть, станешь прибыльным, она и составляет цену твоего бизнеса. И вот они такие все успешные, могучие, красивые, играющие мускулами, продаются Сбербанку. И теперь Сбербанк вливает туда еще тучу денег, и они еще больше, быстрее и более круто масштабируются. В нашем случае, по крайней мере, сейчас абсолютно бессмысленно говорить про залив баблом. Нет, а знаешь, что бы мы могли сделать? Мы бы могли сделать приложение, где бы мы платили за то, что... Людям, которые слушают подкасты. Представляешь себе, и они... Слушаешь, терупь. Да. Кэшбэк такой. Это как кэшбэк за подкаст. Но для того, чтобы это не были роботы и боты, тебе дальше в конце подкаста, у тебя есть тестик, и ты должен пройти, что ты упас... Он подписывает карточку. В смысле? Вписываешь карточку, тебе на нее рубят. А, тебе на нее рубят. В следующий месяц снимают два, возвращают три. Понимаешь? Это мы можем построить пирамиду! Была МММ, а станет ЛЛЛ. Либо выйдет, либо нет, либо нас посадят. Вы у нас за деньги будете слушать каждый день, будете привыкнуть. Поэтому не сможете от этого отказаться. Слушай, вот это, вот наконец-то, вот теперь тебя люблю, Эрик. Мне кажется, ты начинаешь придумать безумные, завиральные идеи. Кирилл, такой у меня вопрос. Вот вы сделали не просто бизнес, а бизнес, за который вы отвечаете с самой выросшей картошки до ощущения от этой жареной картошки. И когда вы продаете большую часть этого бизнеса Сбербанку, вы как бы личный бренд, личную ответственность перед клиентом передаете в руки корпоративного гиганта, который вольет деньги. И так или иначе, что бы вы ни делали, качество услуги просто из-за ее объема, оно упадет. Если вы думаете, что Сбербанк, в смысле, проинвестировал или там вот купил и пришел Сбербанк сам управлять, то зачем им это так делать? Ну, в смысле, все остается на местах, потому что для них это в их интересах как раз-таки дать нам возможность развиваться дальше. Ну, потому что им нужен в итоге тот конечный результат, который и нам нужен. То есть тут полная синхронизация в целях. А какая цель еще у Сбербанка? Ну, с нами она совпадает. Они хотят реально большие объемы, то есть хотят как-то выход в регионы, ростовые ручки и все такое. Ну, им же сейчас нужно растить экосистему, поэтому тут что скрывать-то, в смысле, очевидно, для чего они как бы кухню на районе взяли. Для того, чтобы, как это, великая битва экосистем росла и развивалась. Великая битва экосистем с Яндексом или что? Ну да, с кем? В смысле, у нас еще есть экосистемы? Я просто уточняю. Экосистема – это то, на чем сейчас помешаны все компании. Гугл, Амазон, Яндекс, Сбербанк – все хотят сделать эту экосистему. Экосистема заключается в том, что ты заходишь, не знаю, на сайт Мосру, там можешь за все заплатить, заказать еду в столовке, можешь получить паспорт, а также можешь вызвать социальное такси. Это когда тебя загоняют в одно, условно, приложение, которое решает все твои проблемы. И все, и мы тебя как бы схватим за яички, и все, и ты из этого приложения не уйдешь. Это, на самом деле, то же самое, что сделала кухня на районе, только в очень микроскопическом виде, потому что они загоняют клиента в приложение, а дальше ты там, внутри него. Существуешь, выбираешь, заказываешь. Они были малюсенькой экосистемой, а влились в большусенькую. Ну, собственно, Яндекс.Музыка с ее подкастами – это ровно часть этой экосистемы, как избир-звук. И даже если ты хочешь послушать музыку, никуда не уходи, она тут. В такси, в еде, гробик на колесиках прямо на твоей улице. Когда приходит в такой ситуации инвестор, он покупает прежде всего ваших клиентов ту штуку, которую вы придумали, или команду, вот что тут важнее? Есть ли какая-то приоритетность? Ну, если вот сейчас как бы я от лица кухни на районе с вами разговариваю, обсуждаю кухню, то, скорее всего, все вместе. А вы могли бы сказать, ну, ладно, здорово, мы заработали, все получилось, мы пошли все. Тогда бы сделка состоялась? Я думаю, нет. Ну, естественно, тут у нас мы такую сложную фигню построили, что кроме нас ее вряд ли сейчас еще в ближайшее время кто-то может с ней справиться вообще. Это как вот лепить вообще вот просто какую-то там, не знаю, штуку, и неживно приходит левый чувак, и ему там только разбираться в ней еще год, мне кажется. Я хочу теперь вернуться все-таки к нашему самому первому вопросу. Вот мы маленький стартап, меньше, чем вы, но нам и лет меньше. И к нам, тем не менее, уже приходят всякие большие компании, и интересуются, задают вопросы, смотрят, что у нас у нас как выглядит, сколько мы зарабатываем, какие у нас аудиторные показатели. Как нам вести с ними переговоры? Что бы вы нам посоветовали? Смотри, какая у вас цель. Вам нужно продать и поехать отдыхать на Мальдивы или что? Или продолжать развивать проект? Нет, мы хотим продолжать развивать проект, но, тем не менее, нам нужно как-то правильно вести эти переговоры, чтобы достичь своих целей, а, например, не сразу продаться. Или, может быть, наоборот, лучше сразу продаться и получить больше денег, чтобы вложить во все наши гениальные идеи и все их реализовать? Ну, нужно, во-первых, точно пообщаться и, как минимум, собрать больше мнений с рынка. То есть никогда не упираться в одного инвестора, чтобы собрать вот это вот поле мнений и так далее. И предложений даже, естественно. Чтобы не продешевить. Да, вот это был мой второй вопрос. Как не продешевить? Ну, вот мой первый ответ, по сути, на это. То есть как бы собрать как можно больше вот этого вот офферов и мнений от инвесторов. Ну, как сказать, тут никто не знает, продешевил это или нет, пока не случится сделка. Но инвестор же покупает как бы будущее, он же не покупает сейчас. То есть если у вас продукты, как вот, ну, допустим, как ваш продукт, да, то он покупает, естественно, будущее. Он же не готовый, что-то сейчас купил игрушку, чтобы ее сразу закрыть или там, например, что-то получить моментально и все, и насладиться этим. Вот, естественно, всем нужна перспектива. Поэтому на питчингах, поэтому и происходит продажа будущего в первую очередь, а потом уже настоящего. Мне кажется, чтобы не продешевить, ты должна избавиться от идеи, что несовершенство всего, что происходит. И не обесценивать работу других и себя в том числе. Подождите, обесценить, не обесценивать. Тут смотри, какая история. Есть наши внутренние проблемы, наши внутренние какие-то штуки, которые мы должны обсуждать и честно себе говорить. А то, о чем говорит Кирилл, это будущее, это перспектива, это о том, что мы продаем. Мы продаем себя через три года потенциальным инвесторам, даже тем, кто придет, чтобы вложить в нас денег. Мы должны им рассказать, о какими успешными, и тут никаких в этом смысле к самокритике быть не может. Самокритика, она остается вся между нами, и мы обсуждаем наши провалы, поражения и успехи. А когда мы разговариваем с инвестором, и когда мы разговариваем с покупателем или с партнером, мы всегда рассказываем, какими крутыми, клевыми мы хотим стать через три года. Это наша радужная картинка нашего успеха через три года. Каким мы видим свой успех через три, пять, не знаю. И тут необходимо себе его представить, и представить амбициозно. И в этот момент я себе не оставляю ни сантиметрика, чтобы самоуничижением заниматься. У нас это самый лучший вариант, из которых был. Ну вот это вот наш, именно со Сбербанком, вот он случился. Потому что мы уже поняли то, что компании нужен качественный скачок. И как бы у нас в стране реально есть там две компании, которые могут оплатить этот качественный скачок. А вторая к вам приходила? Ну, естественно, мы же со всеми пообщались, да. И это было просто лучшее предложение по деньгам? Ну, это по всему, по всем условиям, по всему вообще, что могло быть. А насколько далеко вы завели вторые переговоры, чтобы понять? У нас идея такая, чтобы затянуть так все переговоры, чтобы в один и тот же момент мы вели там три, четыре типа переговоров. И на этом как бы все время подогревали цену. Тут такое главное не сорваться с этого троса, чтобы все не сказали, ну ладно, мы пока вы тут ныли, мы уже нашли три других компаний. Там же еще проблема какая? Уникальность твоего продукта. То есть если, например, он не настолько сильно уникальный, то эта штука навряд ли даже сработает, но с этой игрой как бы офферов. Ну, потому что в какой-то момент там, ну, просто какая-нибудь компания такая посчитает, внутри вбросит какому-нибудь там продукт-менеджеру своему, типа на неделю задачу, просчитай там бизнес-экономику там какой-нибудь, вот такого проекта внутреннего. И вдруг если он принесет и скажет, что мы это можем слепить за полгода, и там за такой кост, ну, бывают кейсы, когда да, конечно, отказываются от сделок и делают сами. Я считаю так, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. У нас есть вот с Ликой план, в смысле, когда мы считаем, будет признаком успеха, что мы начнем какие-то реальные переговоры про это. Вы про это думали на старте? Ну, естественно, да, и было даже несколько сценариев, то есть у нас как бы несколько было сценариев, при которых мы считали, что это успех как бы. Какие? Ну вот, нельзя предсказать экономику в стране, где происходит каждый месяц что-то. Для нас как бы успехом считалось все, потому что, например, от выхода на IPO самостоятельного, ну, то есть, в принципе, мы тоже такое могли, закладывали, так сказать, тоже такое, потому что вдруг у нас получится на, так сказать, на чисто финансовых инвесторах, то есть не на стратегах, а на институциональных фондах, например, докатиться до IPO самостоятельного. Вот, вполне себе могли, ну, типа, что такого там, вдруг как-то там экономика бы вырулилась, и все круто, и, например, там, росли бы еще быстрее, чем даже мы росли, хотя мы и так росли, честно, очень-очень-очень быстро, там, успевают только подавать снаряды в виде картошек. Ну вот, и, то есть, короче, этот вот со Сбером, это, конечно, тоже еще один из сценариев, естественно. То есть мы тоже считаем, что все успешно произошло. Спасибо. Спасибо, Кирилл. До свидания. Да, вам спасибо. Ну что, наша новая цель – выйти на IPO. Слушай, я что-то IPO примерно как радиоточка, я сейчас к нему отношусь. То ли дело платить за прослушивание подкаста. Так-так, сейчас давай, чирап, чирап, чирап. Ну, хорошо, в IPO давай, наконец, сойдемся, я тоже не верю. Давай сделаем приложение IPO просто. Есть некоторая вдохновляющая часть в том, что говорит Кирилл, но пока что я не понимаю, как ее применить к себе. Да, расти, расти, расти. У нас есть только одна задача – расти. Нет, то, о чем говорил Кирилл, оно не только про рост, а про контролирование болезней роста на каждом этапе, на каждом промежуточке твоей пищевой цепочки. Ну и самое все-таки главное, про что он говорил, это контроль своей аудитории, когда ты всю свою аудиторию связываешь с собой, а не с посредней. Это наша бесконечная боль. И ты знаешь, наша бесконечная боль, мы же ее как бы конвертируем в прослушивание. Мы ее транслируем бесконечно. Мы ее транслируем, и у этой трансляции даже есть прослушивание. И даже есть письма в ответ на нашу боль. Нам написал девушка, которая долго работала в пиаре, в одной из компаний, которая с нами сотрудничала. И вот что она пишет. Дослушиваю очередной выпуск, либо выйдет, либо нет. И покуда там все про продвижение, я уже вслух разговариваю с каждым выпуском. Мы с вами тоже разговариваем, да. Подумайте о популярных блогерах в роли гостей. Например, об Александре Митрошиной. У нее дичайшая активная аудитория. Она пойдет за ней куда угодно. И, возможно, часть из нее останется у вас. Реклама в ее сторис стоит порядка полумиллиона рублей за серию. Но о том, в чем она участвует, она рассказывает бесплатно. Хорошо. Давайте мы сделаем все, как нам советуют. И вообще, если вы нам будете советы давать, мы будем все делать, как вы скажете. Мы всех просили. Присылайте нам советы на подкастсобакалиболибо.ру. А если вы хотите знать не только, как мы звучим, но и как выглядит весь этот процесс, подписывайтесь на наш Инстаграм либо-либо студио. Там вы можете увидеть все, что с нами творится в нашей компании. Подписывайтесь на нас на тех площадках, на которых вы нас слушаете, которые мы пока не контролируем. Apple подкасты. И пишите нам там, пожалуйста, отзывы. Мы их все читаем. Google подкасты, Кастбокс, Яндекс.Музыка. Я Катя Крангаус. Я Лика Кремер. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Дарьей Черкудиновой, продюсером Юлией Яковлевой и звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Пока. Пока. Пока.